Привет ребята! Очеркая замена и слив отработанного масла в количестве половины объема необходимого для работы двигателя. Я понимаю, двигатель может быть конечно подъедает масло, но тут дело немного в другом. Подъедает что значит? Изношенная цилиндра поршневая группа, двигатель уже проработал свое, может давить масло в камеры сгорания, может картонными газами подталкивать, выходить через сапун на впуск и также в камеры сгорания тоже угорать. Но этот угар очень небольшой и как бы не опасен для двигателя. Это уже совсем разболтанный, когда поршня болтается. Здесь момент другой. Так же как и было видео, датчик давления масла пропускает очень хорошо. Сначала идет запотевание, потом уже видим капельки висят, в дальнейшем может просто струей выбрасывать масло. В нашем случае сальник коленвала. Здесь он называется по каталогу сальник маслонасоса, в основном как бы идет, но не пугайтесь, это он и есть. Этот номер сальника ставится на ноги двигателей тойотовские, так что его легко найти. Двигатель цепной и замена этого сальника нормально, для начинающих в принципе ничего сложного. Какие сложности будут, это открутить болт шкива, снять сам шкив, ну вытащить сальник. В принципе все, что есть в работе, сейчас вот эти моменты рассмотрим. Процедура подготовки стандартная. Ставим на ручник, поднимаем перед автомобилем, ставим на подставочки обязательно. Снимаем правое колесо. Далее снимаем пластиковую грязезащиту. И нашему взгляду открывается вот такой прекрасный вид на болт шкива коленчатого вала. Теперь снимаем ремень навесного оборудования. Для этого ослабляем болты крепления генератора на 12 и на 14. Затем сдвигаем генератор в сторону двигателя, снимаем ремень. Запоминайте как стоял ремень, потому что нам возвращать его на место. Но так как он в масле, надо будет заменить его. Может у вас возникнет небольшая проблема при откручивании болта шкива коленчатого вала. Значит здесь закручен он сильно, с большим усилием. Поэтому есть как бы варианты. Варианты удержать шкив, удержать сам коленвал от прокручивания. Если удерживать шкив, можно сюда с двумя штырями приспособу сделать. Они есть и магазинные. Удерживать шкив за вот эту часть. Почему говорю вот эту? На три ЕС двигателях. Вот здесь по-моему тоже идет шкив с демпфером. Демпфер это резиновое кольцо, которое установлено между внутренней частью шкива и наружной. Для того, чтобы не было рывков на механизме ГРМ, именно на приводе, цепь, ремень, чтобы не было вот этих рывков. Маленькое резиновое кольцо, оно смягчает. Но со временем и вот как здесь попадание, масло, старение резины разрушается. Поэтому, удерживая внешнюю часть, как делают, может просто оторвать ее от внутренней. У меня во внутреннюю часть есть видео по смене тормозной жидкости. Вставлена банка на герметик и получилась такая ванька-встанька, не проливайка, очень удобно. Не боишься, что упадет и разольется. Это единственное применение, куда можно его после отрыва вставить. А так все это пойдет в мусор, нужно менять шкив. Если у вас шкив цельно литой, без демпфера, тогда можно при откручивании застопорить его старым ремнем. Вот как здесь у нас ремень подлежит замене, поэтому вот эту петлю ремень будет закусывать сам себя. А здесь одеваем, допустим, вот на привод кондиционера. Когда будет проворачиваться, он зажмет сам себя, вот эту петлю. Дальше уже не пойдет. Это если у вас нет демпфера. Иначе вы оторвете, у вас получится две половинки. Если не оторвете, то оторвется на ходу, а это очень плохо будет для двигателя. Как бы этот способ я не приемлю, он мне очень не нравится. Если коробка механическая, ставим просто на повышенную передачу. Желательно посадить помощника, то есть жену за руль. Пусть давит на тормоз. На повышенной передаче пятая, четвертая и держа на тормозе, мы застопорим колодками вращение. И можно будет откручивать уже болт. Если автомат вот здесь, снизу, около балки, где соединяется двигатель с коробкой передач, здесь есть окошко. Сюда можно ставить отвертку и держать. Там находится маховик с зубами. Просто втыкаем между зубов и можно удерживать. Тогда у нас коленвал не будет проворачиваться. Мы держим его за маховик, он получается большого диаметра. Как бы этого рычага будет достаточно. Обязательно заранее, перед ремонтом, залить болт ВДшкой, чтоб маленько откис хотя бы здесь, в месте прижима. Пока готовим что-то другое, пускай откисает. Далее одеваем на 19 головку помощника трубу и откручиваем. Если коротковата труба, можно удлинить. Здесь у меня специально для удлинения еще кусок штыря. Сюда можно еще одну трубу. Обычно с удлинением рычага и стопорением коленвала откручивается. Но как способ есть еще немного дать ударное откручивание без гайковерта. Это провернуть штиф стартером. Одевается ключ и упирается, допустим, в привод, в рычаг. Вот здесь подвязать лучше. И стартером дернуть двигатель. Но нужно помнить, что отключить от того, чтобы двигатель запустился, отключить систему зажигания, вынуть предохранитель, или даже датчик коленвала, чтобы не было запуска и работы двигателя. Раз, даже, ну, максимум два раза стартером черкнуть, он открутится. Это тоже как бы стопроцентный и не повредит ни шкиву, ничему. Подвязать к рычагу или приводу в сторону откручивания. Сначала убедитесь, что у вас крутится именно в эту сторону. И резьба на болте у нас соответствующая. Вот таким образом. Здесь при снятии шкива особой трудности нету. Вот здесь стоит штифтик. Кругленький, маленький. Старайтесь не потерять его. Аккуратно. Если, допустим, посадочное место у шкива большое, оно бывает сидит плотно. Ну, такими движениями, покачивающими, можно подсунуть две отвертки, упирая поближе к центру. И немного вот такими двусторонними, тыц-тыц-тыц, он слазит. Особо здесь сложности нету. Если что, небольшой съемник. Упираем в центр. Хватаемся вот за эти. Теперь нужно вытащить старый сальник. Вытаскивать будем с помощью самореза. Сел аккумулятор шоуповерта, поэтому вручную. Ну, это тоже займет немного времени. Металлическая обойма тонкая. Теперь, как гвоздодером, упираемся в торец шкива. Все вытаскивается. Здесь тоже сейчас очищаем, чтобы не было никакой лишней смазки, грязи и так далее. Не царапайте посадочное место в крышке головки блока. Аккуратно действуйте. Сальничек берем вот такой, коричневый обязательно. Это из вторка учука сделанный. Именно температура стойкий. Материал используется на двигателях. Не какой-то черный, где-то от рулевой, или еще от чего-то. Именно будет такой. Номер сальника оригинал. Вот он, он и есть. Теперь, чтобы нам его поставить ровненько, не перекосив никуда, чтобы вошел четко и ровно заподлицо. Сейчас покажу. Берем большую голову. Ставим на край. Вот так выравниваю. И вот здесь смотрю, где у нас верхняя точка воротка. И сколько расстояния от лонжерона. Вот здесь буквально 3 миллиметра. И точка получается вот в этом месте. Теперь, когда запрессовываем сальник, держим точно в этом месте. Сейчас голову ставим на 27. Это как раз идет, хорошо упирается по диаметру. Сальничка никуда не съезжает. Здесь вот в крайний ободочек она встает очень ровно. И когда будем прессовывать, смотрим, вот это расстояние в 3 миллиметра и точка у нас помеченная. Вот таким образом. Не торопясь. Главное, выровняем, чтоб по всей окружности одинаковое расстояние было. Одинаковый прижим. Теперь ставим. И рукой постукиваем. Запрессовываем. Здесь пользоваться молотком не надо. Соблюдаем вот эту метку. Ходит очень даже хорошо. Все сидит ровненько, заподлицо, со всех сторон. Перед тем, как одеть шкив, обязательно придется его весь промыть. Отмываем от масла также шкивы навесного. Компрессор кондиционера, генератор. Все это нужно до часа отмыть. Надеваем новый ремень, чтобы его не испортить. И служил он нам долго и счастливо. Вот такой красивый, чистый, даже местами блестящий. Особенно много грязи скапливается вот здесь, на так называемой полке. Всегда следите за штифтом, не потеряйте. Как поставить? Совмещаем штифт с отверстием. На болт обязательно наносим герметик для фиксации резьбы. И небольшую полосочку. И закручиваем. Окончательную затяжку этого болта желательно проводить по мануалу вашего двигателя. Один НЗ 128 Нм. ЗЗ там чуть побольше, 138. Ну а далее уже надо смотреть и конкретно тянуть динаметрическим ключом. Если перетянули, проблема будет только в откручивании болта. Не затянули, уже проблема круче. Проблема будет с двигателем. Стопорим маховик. Стопорим маховик. Стел щелчок. 128 Нм. На чистые шкивы одеваем новый ремешок. Сначала накидываем ремень на шкивы с бортами. Генератор, коленвал и шкив компрессора кондиционера. Последним одевается на шкив без борта. Это у нас шкив помпы. Насос охладающей жидкости. Вот этот, ниже генератора. Далее здесь у нас нет натяжного болта, который бы регулировал натяжение. Поэтому приходится заводить монтажку не в ребра толкайте, в ребра генератора, а не тонкие, чтобы не поломать. А сам корпус генератора, чтобы у нас двигался вот по этому пазу. Этим методом нужно натянуть. Натягиваем ремень. Проверяем натяжение на середине вот этой верхней части ремня, которая идет от генератора до шкива коленчатого вала. В середину надавливаем пальцы. Надавливаем пальцы. Представьте, что на палец повесили сумку с магазинов 10 кг. Вот этим весом 10 кг надавливаем, чтобы пальчик было немного больно. И если вы работали с генератором, что-то делали, снимали ремень, с кондиционером и так далее. Ремень у вас еще в порядке, совершенно хороший. Ставим бэушный ремень, который стоял. Натяжение должно быть, проваливается палец 10-12 мм. Если устанавливаем новый ремень, он еще не подрастянутый. Поэтому натягиваем чуть посильнее. И продавливание в середине вот этого места, верхнего, с усилием 10 кг. Продавливание ощущаем 7-8 мм. Ну, конечно, все это на глаз, приблизительно. Но все-таки новый ремень натягиваем посильнее, потому что он в дальнейшем немного просапнет. Поэтому вот таким образом действуем. Сюда тоже не надо заводить. Здесь у нас разъем, провода и так далее. Заводим за корпус генератора. Толкаем в корпус двигателя. Вот таким моментом. И щупаем. Нащупали. Затянули. Проверяем. Ну, мне нравится. Все, переделывать не надо. Все получилось с первого раза. Подтягиваем этот болт и затягиваем болт крепления, который ниже генератора на 14. Здесь сильно тянуть не надо. Зафиксируем. Ну, вот как-то так. Особо ничего страшного, так что занимайтесь. Однако он именно где-то по couple изменений. Ну, легко.